Выборы президента Беларуси назначены на 26 января 2025. Такое решение принято на заседании Палаты представителей Национального собрания. В ЦИК заявили, что к началу предстоящие избирательные кампании полностью готовы. Более 70 тысяч белорусских школьников отдохнут в оздоровительных лагерях на осенних каникулах. Примерно такое же количество детей заявлено и на зимний период. Отдых у учеников, напомним, пройдет с 27 октября по 3 ноября. Касаемо летней кампании, в этом году оздоровительные лагеря посетили 399 тысяч человек. На ее организацию было выделено свыше 60 миллионов рублей. Могилевский областной совет депутатов объявляет о начале приема проектов гражданских инициатив, направленных на улучшение качества жизни населения области. Принять участие могут совершеннолетние и постоянно проживающие на территории соответствующие административно-территориальные единицы или ее части граждане. Идеи, победившие в конкурсном отборе, получат финансовую поддержку на их реализацию. В Бобруйске подвели итоги социально-экономического развития за 9 месяцев. За январь-сентябрь выполнены 4 из 5 ключевых показателей. Также были отмечены увеличение номинальной зарплаты, инвестиции в основной капитал, совокупных поступлений доходов, консолидированный бюджет. Обеспечен рост экспорта товаров, розничного товарооборота. Организации города сработали с чистой прибылью в размере 87,2 миллиона рублей. В выходные 26-27 октября на Максима Горького пройдет ярмарка «Золотая осень». Старт больших продаж в 10 утра. На Кермаше представят различные сельхозтовары, продукты пчеловодства, саженцы плодовых деревьев, кустарников и декоративных растений. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...